Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. 40 стих 11 главы послания к евреям «Не без нас достигли совершенства». Чтобы было понятно, насколько это действительно странное выражение, давайте я начну прямо с 32 стиха этой главы. Здесь послание к евреям перечисляет разных героев веры. Что еще скажу? «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые веру и побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угощали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Это, конечно, примеры очень разных людей, которые благодаря своей вере получали что-то совершенно особое, иногда совершенно невероятное. «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье». Очень похоже на маковийских мучеников, да, то есть они пошли на смерть, чтобы не изменить Богу. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милостях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Кстати, все понятно, да, «и все сии, свидетельствованные в вере, ну, то есть вера которых точно засвидетельствована, мы уверены, что это глубоко верующие люди, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о них нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Скромненько так, да, то есть перечисление героев веры, которые добились чего-то абсолютно невероятного и прекрасного, и дальше, ну, без нас-то они несовершенны, вот мы-то, мы-то с ними, и тогда они получают совершенство. Как-то, прямо скажем, нескромно. Вот герои веры, которые здесь перечислены, там раньше еще были Давид, или там Моисей, или там Авраам, да, и они тоже, что ли, несовершенны без нас? Вот, без меня народ неполный, фраза из писателя Андрея Платонова. А вот это, пожалуй, довольно хороший ответ на эту загадку. В каком смысле эти люди, герои веры, не достигли совершенства без нас? А точнее, не без нас они его достигли, мы тоже должны были играть какую-то роль в этом их совершенстве. Смотрите, одна из основных мыслей послания к евреям, что все эти события – это часть единого божественного замысла, который сбывается уже в христианскую веру, сбывается прежде всего вот в жизни Иисуса Христа, его смерти, воскресенье, но и в жизни христиан, в жизни христианских общин. И когда эти общины, когда эти христиане получают вот свои дары от Бога, получают свой статус, то тем самым вся священная история каким-то образом приходит к совершенству. Вся она становится цельной, завершенной. Не потому что, знаете, вот подвигов Авраама или Давида не хватило там на полпроцент. Вот я эти полпроцентика добавил, да, вот мои личные подвиги – это такое, знаете, или вишенка на торте, да, это вот последняя капля, которая заполняет чашу. Нет, нет, не это, конечно. Но все эти подвиги веры – это действия со смыслом, с целью. Это не просто некие аскетические упражнения, кто наберет больше всего очков, да, как в игре какой-нибудь. Это некое приготовление. И вот история, священная история приходит к своему кульминационному моменту, к своей самой высокой точке, именно христианской церкви. Поэтому мы становимся не просто соучастниками, свидетелями, соучастниками, наблюдателями, как еще это назовем, но мы становимся тем, без чего даже эти подвиги веры не имеют особого смысла. Вот они были, конечно, велики, но они были на что-то направлены. И если, ну вот как строят дом, да, вырыли котлован, сделали фундамент, возвели стены, а крыши нету, все зря, жить в этом доме нельзя, да, он непригоден. И вот когда становятся крыши и отделка внутренняя готовы, тогда уже можно говорить о том, что все сделанное до того, оно нашло свое совершенство, да, это тот самый фундамент, это те самые стены, которые важны, нужны, без которых ничего бы не состоялось. И вот это очень интересная и важная, мне кажется, для нас мысль автора послания к евреям, что священная история – это вот такое сложно построенное здание, которое обретает совершенство в нашей с вами непосредственно жизни. И, конечно, это вопрос к нашей жизни, вопрос к нам самим, но одновременно это огромный кредит доверия. Вот есть такое выражение – мы стоим на плечах гигантов, да, то есть мы видим дальше, чем они, но только потому, что они были огромные, а мы такие крохотные у них там на плечах стоим, и чуть-чуть еще там на пол головы выше их заглядываем. Дело даже не в этом, а в том, что мы с этими гигантами в одной команде, которая не ограничена рамками времени, и в результате все это становится каким-то единым кругом людей, которые объединены единой верой, и эта вера не чисто интеллектуальная. 11 глава же начинается с вопроса, что такое вера, и мы этот вопрос отдельно разбирали. Эта вера не чисто интеллектуальная, она выражается прежде всего в действиях, и эти действия имеют свою цель. Вот эта цель, она касается и тех, кто был тогда, и нас, и тех, кто будет дальше, и эта цель, она едина. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok